Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Александр Михаленко. Вы в комментариях просили показать поселочек Рыбачье и поселок Малореченское. Сегодня я здесь. Прогуляемся по этим местам и посмотрим на обстановку, что здесь происходит весной. Потому что, помните, был мега-шторм, который повредил и набережные, и пляжи смыл. Сегодня на все это посмотрим, покажу вам, и вы уже выберете место, куда вам приезжать на отдых этим летом. Прошу вас поддержать ролик большим пальцем вверх, написать свой комментарий. Если еще вдруг не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Ну, а мы с вами начинаем. Погнали! Дорогие зрители, которые смотрят сейчас это видео, я уверен, что у вас на телефоне установлено приложение Telegram. У меня в Telegram есть также свой канал, куда я публикую фотографии со своих путешествий по Крыму. Если вам нравятся крымские пейзажи и вы хотите посмотреть на мои авторские фотографии, я вас жду в своем Telegram-канале. Как его найти, спросите вы. Смотрите, я оставляю ссылку на свой Telegram-канал прямо под этим видеороликом в самом первом комментарии. Спускайтесь в комментарии, переходите по ссылке и любуйтесь красивыми фотографиями из Крыма. Если вам не нравится Крым, если вы случайно попали на этот видеоролик, то на Telegram чисто для цифры, друзья, не подписывайтесь. Жду только тех людей, которые обожают Крым всем сердцем, как люблю его я. Поэтому переходите, полюбуйтесь красотой крымских пейзажей. Начнем мы сегодня с поселка Малореченская. Прогуляемся и по пляжу, и по набережной, и по самому поселочку, естественно. Еще хочу подняться вверх в горы и оттуда показать вам вид сверху на это прекрасное место. Погода в Крыму сегодня уже, я вам скажу, как будто лето. На улице плюс 17 градусов, печет солнце. Я сегодня снимаю буквально в одной футболке. Реально на улице уже жарко. Поскорее бы уже наступило лето, прогрелось море, чтобы можно было комфортно купаться. Вчера на море, друзья, был шторм, ночью был дождь, а сегодня вот такая чудесная погода. Море по чуть-чуть уже успокоилось. Ну и мы, естественно, начинаем наш видеоролик с этой природной достопримечательности под названием Сырные скалы. Я вам ее уже много раз показывал, но давайте еще разочек покажу, и потом отправимся уже на сам пляж и на набережную. Удивительно то, что сегодня здесь нет людей. Обычно сюда приезжает большое количество людей для того, чтобы сделать себе фотографии в этих сырных скалах, друзья. Ну, летом, скорее всего, придется даже постоять в очереди, чтобы сделать себе фотографию на память. Вспомните мои слова, когда здесь будете фотографироваться. Но место действительно очень необычное, и я рекомендую вам его посетить. Видите, море еще не совсем успокоилось. Еще немного оно тормит. Все, как мы любим. Главное, всегда не свалиться мне. Так. Ой. Вот, друзья. Ну, скалы здесь действительно очень-очень напоминают сыр. Вот в таких отверстиях выглядит это необычно. И, пожалуй, в Крыму больше таких мест не встречается нигде. Здесь единственное место с сырными скалами. В Малореченском. Прямо с набережной, с пляжа сюда можно прийти. Даже вот здесь останется потом попрыгать в море, покупаться. Так, ну я хочу пролезть еще подальше. Насколько это будет возможно. Вот спуститься, наверное, сегодня из-за шторма не удастся в этот гроз. Но ничего страшного, я думаю. Вот такое, друзья, место. Обязательно его посетите. Вот этот гроз, но из-за воды туда не попасть сейчас, к сожалению. Ну, ничего страшного. Ладно, пойдемте подниматься на горку, друзья, и посмотрим вид на поселок сверху. И потом уже пойдем с вами на набережную. Удивительное место. Мне оно очень нравится. Необычно. Как будто на какой-то другой планете мы с вами находимся. Посмотрите на этот рельеф скалы. Ну, где вы еще такое встретите, если не в Крыму? Очень и очень круто все это смотрится, все это выглядит. Чего только природа не создаст. Таких мест необычных. И все это, друзья, собрано у нас здесь в Крыму. Относительно на небольшом участке земли. Небольшая площадь, но сколько здесь разных природных достопримечательностей. В каждой точке Крыма есть что-то свое уникальное. Куда бы вы ни поехали, в какую бы сторону ни перемещались, вот вы увидите что-то очень и очень интересное. Ну, красиво смотрятся скалы. А фоточки здесь получаются вообще шикарные. Но фотки рекомендую делать либо на рассвете, либо на закате, друзья. Когда так называемый золотой час освещает эти скалы, они становятся прям такими еще желтенькими, золотистыми. Тогда они выглядят еще красивее. Ладно, пойдемте дальше. Место, которое рекомендую вам посетить этим летом. Так, друзья, мы поднялись наверх, чтобы показать вам вид на поселок Малореченское сверху. Кстати, с этого ракурса я его тоже еще никогда не видел. Вот, впервые с вами отсюда налюбуемся. Вот так выглядит это место. Вон, видите, вдалеке возрушается храм-маяк Николая Чудотворца. Мимо него сегодня тоже будем с вами проезжать. Вот такой прекрасный вид. Море отсюда вообще такой цвет имеет насыщенный. Посмотрите, как красиво же здесь. Ну, в принципе, поселок относительно вообще небольшой. Но, вон, вижу, стройка идет. Многие сейчас строятся, домики строят, гостиницы себе на окраине поселка. И это хорошо, что такие места развиваются. Так, ну, видом полюбовались. Я предлагаю нам теперь спускаться уже в сам поселок, пройтись по парку, пройтись по улицам. И, естественно, сходить на набережную и посмотреть на пляж, в каком он состоянии. Так, здесь на спуске такой памятник увидели. Давайте прочитаем, кому в виде книги. Так, улица названа в честь Факидова Ибрагима Гафуровича. Уроженец села Солнечногорская. Профессор, выдающийся ученый-физик, педагог, ветеран Свердловского института физики металлов. Участник полярных экспедиций на пароходах Русанов, Садко, Челюскин. Почетный полярник, плохо видно, друзья, Челюскинец, кавалер Ордена Красного Знамени. Ничего себе, я не знал, что здесь такие люди жили. Так, тут, друзья, еще одна табличка. Капитан Рамазанов Шевки Зекерьянович. Родился и вырос в селе Кучук-Узень, Алушчинский район, Крым. Так, в 1933 году окончил школу в городе Алушта. В 1939 году Симферопольский коммунальный строительный техникум. В 1941 году военно-морское училище имени Дзержинского в городе Ленинграде. Так, в Великой Отечественной войне воевал в составе 322-го отдельного батальона морской пехоты. 255-й бригады морской пехоты. Вот так, друзья, тоже жил в этом поселочке. Ну все, мы спустились уже в парк поселка Малореченская. Впервые в этом парке я побывал во время коронавируса, друзья. Помните, мы еще с Олегом здесь бродили. Парк был в то время полностью заброшен. Уже прошло несколько лет. Когда коронавирус был, я уже не помню, в каком году. Ну, в общем, в парке провели реконструкцию. Теперь он выглядит прилично. Здесь вообще, друзья, был такой заброс. Сейчас, ну, можете мой старый ролик посмотреть отсюда, и вы поймете, о чем я говорю. Мы там еще залазили на какое-то заброшенное здание, оно в конце парка расположено. И квадрокоптер оттуда запускали. Были, конечно, времена такие, когда во время коронавируса бродили, снимали что-то. Так, ну, здесь сделали плитку, дорожки, скамеечки, детскую площадку установили. Вон, я вижу, спортплощадка. Давайте до спортплощадки дойдем. Ну, и сам парк прекрасен. Слышите, как здесь поют птицы? Какие здесь есть вот тоже вековые, здоровенные деревья. Очень и очень красиво здесь. Ну, а сам парк относительно небольшой. Ну, и сам поселок небольшой. Смотрите, друзья, какая сосна гигантская, как в Воронцовском парке. Высота такая же у нее, огромная. Ну, вот такое местечко. В принципе, что здесь в парке вам показывать, не знаю. Пойдемте, наверное, на набережную. Посмотрим на набережную на море. Вот уже цветет алыча у нас. Ну, парк ухоженный, чистый. Мне нравится. Ну, в общем, есть где людям... А, там еще фонтан сделали, но сейчас не работает, друзья. Ну, летом, когда его включат, обязательно сюда еще приедем посмотреть на фонтан. Все, пойдемте в сторону набережной. Тоже немножко пройдемся по этому парку, друзья. Ну, молодцы, что сделали. Что здесь еще можно сказать? Местные жители, напишите, рады ли вы тому, что вам сделали здесь парк. Но, я думаю, нет таких, которые не рады, потому что мне нравится. Сам поселочек такой маленький, спокойный, уютный какой-то. Освещение вот видно новое. Ну, и здесь прям много птиц. От всех сторон звуки доносятся, их пение. Ну, и через парк сейчас выйдем, и как раз, друзья, будет аллея везти к набережной и прям к морю. Те, кто отдыхает в Малореченском, напишите, пожалуйста, как вам здесь отдых, где вы отдыхаете. И, желательно, напишите, наверное, даже адрес, либо название гостиницы. И по ценам, сколько стоит отдых здесь, снять жилье. Думаю, многим, кто смотрит видеоролики, будет интересно узнать, сколько здесь стоит жилье. Так, ну, а мы уже выходим на прямую аллею, которая выведет нас. На набережную. Здесь, друзья, проходит, вот она, где машина ездит, дорога Судак-Алушта. По ней вы точно катались, я думаю, по этой дороге. Ну, и вот прямо у нас уже выход на набережную будет. Так, идем в сторону набережной. Я уже отсюда вижу там какие-то ворота и знак проезда, друзья, нет. Что-то там делают, может, реконструкцию набережной здесь затеяли. Но вон там люди стоят, сейчас я у них поинтересуюсь. Ну, вот эта аллея по типу нашей кипарисовой аллеи в Судаке. Здесь летом, вот в каждом вот этом домике, гаражике работают торговые точки. Продают сувениры, фрукты, овощи, выпечку. В общем, здесь как такой рыночек получается. Так, а что, я вообще за Малореченское не слышал, что здесь набережную собрались новую делать. Либо это после шторма восстанавливают, хотя там таких сильных прям повреждений на набережной не было на этой. Не знаю, очень интересно посмотреть. Так, паспорт-объекты нам бы найти, чтобы было понятно, что там делается. Ну, вот видите. Сейчас, друзья, подойдем поближе, глянем. И людей спросим, можно ли вообще на набережную попасть. Потому что я не вижу прохода. А где людям летом купаться тогда? Может, клетку откроют уже? Ну, не знаю, сейчас узнаем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, набережную выход есть? Нет. А с другой стороны какой-нибудь? А вот, 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 вот сейчас вот пойдет, вон дерево, и на право поворот будет. А, и там можно выйти? Параллельная улица. Параллельная улица. А там, а что на набережную делают? Реконструкция идет? Нет, там все чисто. Там все чисто. А что закрыли? Здесь будут делать канализацию. А, а, понятно. Понятно, хорошо, спасибо. Сейчас посмотрим. Ну, ты его на право поворотик? Угу. Так, ну, друзья, слышали, сейчас мы сходим на набережную. Набережной все в порядке, говорят. Но будут какие-то выполнять канализационные работы. Так как в Коктебеле, наверное, тоже проводят канализацию. Но это однозначно плюс. Потому что канализация должна быть даже в самых-самых маленьких курортных поселках. И не курортных тоже. Чтобы нечистоты не сливались в море. Все это шло в очистные сооружения. Сейчас, друзья, по параллельной улице выйдем на набережную. Кстати, здесь такая река полноводная. Это, друзья, вода с гор. В горах, чтобы вы понимали, еще снег лежит. Буквально позавчера на Ипетре там засыпалось снегом. Здесь, на Карабе, я и лав все засыпалось снегом. Сейчас он тает, и вот такие горные реки вбегают в море у нас. Получатся ведь вот такой аромат. Это вы че здесь? Не передай через камеру вам. Так, ну, это получается параллельная улица, которая выведет нас прямо на набережную. Улица морская называется. Пойдемте смотреть, что у нас на набережной творится. Я уже думал, что все, закрыли. Думаю, как летний курортный сезон здесь будет проходить, если бы набережную закрыли. Но все в порядке, друзья. Набережная открыта. Кто-то прям к набережной на машине даже подъехал. Ну, кстати, никогда с вами по этой улице мы не ходили почему-то. Добро пожаловать в дайвинг-центр Малореченский. Ага, здесь дайвинг-центр даже есть. Нужно будет с дайвингом нам погрузиться. Так, ну и все. Вот она набережная перед нами. Давайте сначала сходим в правую сторону, там, где перекрытая она была. И посмотрим, что там за работу сейчас ведут. Ну, естественно, пляж меня очень интересует. Потому что мега-шторм, который был крымский, реально все посмывал. Но в некоторых местах уже пляж восстановился. Сам посея природным путем. Так. Причал. Ой, причал открыт, друзья. Вон там человек на причале. Сейчас еще на причал. Выйдем со стороны, посмотрим. Со стороны моря на поселок. Так. Здесь вроде все открыто. Вон тот буйок до сих пор лежит. Видите, друзья, этот буй сюда штормом закинуло. Представляете, какие были огромные волны, что его туда занесло. Ну, здесь на набережной все чистенько, как я вижу, все убрали. Потому что здесь было очень много песка в те дни. Ну, можете посмотреть мой ролик с мега-шторма. Там я это все показывал. Так, ну, вот она основная часть набережной. Все здесь выглядит хорошо. Пальмочки растут. Нарциссы расцвели у нас. Вот они. Так, ну, и нам нужно на причал попасть. Вот, друзья, отсюда проход почему-то закрыт. Хотя здесь, ну да, вон заборчик стоит, там что-то устанавливают. Вот тут мы должны были выйти с вами. Ну, набережная мне здесь нравится. Тоже она небольшая такая, уютненькая, довольно чисто здесь. Тоже, видите, растения растут. Так, ну, причал, как и у нас в Судаке, друзья, в аварийном состоянии. Но местные все равно пролазят туда, рыбаки. И мы сейчас тоже туда, естественно, пролезем с вами, чтобы посмотреть вид со стороны моря на поселок. Вот такой шикарный вид с причала открывается. Вот он, храм-маяк. Выглядит, конечно, отсюда очень и очень красиво. Ну, и вот, друзья, сам поселок. Сверху посмотрели на него, теперь со стороны моря. Выглядит он вот так. Красота. Такая погода сегодня жаркая. Вообще, нереально ходить уже. Как я летом буду снимать? Вон сырные скалы, чтобы вы понимали. Вот они. Прям с пляжа можно подняться на эти сырные скалы. Дальше идет Солнечногорская. И там вдалеке уже где-то Алушта. Так, ну что, я предлагаю нам возвращаться и ехать в поселок Рыбача. Так, я же вам пляж не показал. Давайте сейчас к пляжу подойду. Покажу вам сам пляж, как здесь выглядит. Ну, еще и в ту сторону, кстати, можно сходить нам по набережной. Ну, пляж вроде бы вернулся. Какой он был здесь галечный, такой он здесь и остался, друзья. Так, здесь, конечно, вот по причалу ходить страшновато. По этим досточкам деревянным, чтобы не провалиться. Так, вот, смотрите. Вот так сейчас выглядит пляж в Малореченском. В принципе, вообще ничего не изменилось, я вам так скажу, с прошлого года. Такой же он здесь и был. Так, а с этой стороны то же самое. Ничего не изменилось. Пляжик восстановился. И вот так сейчас выглядит. Ну, и давайте немножко пройдемся в эту сторону по набережной. Кстати, набережная же здесь совсем недавно, ее тоже сделали. Несколько лет назад, друзья. Как видим, здесь тоже все новенькое. Плиточка, освещение. Но вон та часть, мы после шторма там были, там все последствия были в той стороне. Потому что волна била прям туда. Сейчас посмотрим, что там сделали. Либо не сделали. Вина Солнечной долины. Лучшие вина Крыма. Рекомендует Черный доктор. Именно Солнечнодолинский. Так, Солнечная долина. Выделите пару бутылочек за такую рекламу. Постоянно вас рекламирую. Так, а здесь проход почему-то закрыт. Да, даже здесь еще видны последствия того мегашторма. Видите, вот балясины смыло тогда. И здесь чуть разрушилась эта вот часть набережной, как мы видим. А нет, проход открыт. Вот пройти же можно. Еще я не вижу его. Ну вот, друзья, вот этот кусочек-то сильно пострадал. И все, в принципе, здесь остальное все целое осталось. Ну, кстати, здесь тоже сделали новенькую. Смотрите, какая плитка здесь шикарная. Все торговые точки в едином стиле. Вот так все должно выглядеть в Крыму. И самое главное, они не со стороны моря, не загораживают море нам. Это тоже большой плюс море. Абсолютно открытое. Вот такой вид. Так, и здесь лесенка куда-то вверх пошла. Что там вверху находится? Ага, там листиша, походу. Здесь видите, как люди спасались, когда волны были огромные, тоже закрывали досками, мешки с песком, чтобы оно не замывало вовнутрь туда, не подбивало эту всю плитку. Ну да, тогда прям волны огромные были. Так, а люди куда-то свернули сюда. Там пройти, значит, можно. Сейчас тоже зайдем, посмотрим. Ну, либо они там отдыхают. Ну, видите, мы уже практически под храмом снизу на пляже. Здесь вот такой дикий пляжик расположен. Здесь, конечно, он пошире, чем центральный. Ну, вот так, друзья. Такая обстановка сегодня в Малореченском. Так, ну что, мы остановились возле этого храма. Храм святителя Николая, друзья. И у меня есть один очень интересный факт про этот храм. Дважды в год на Рождество и на Пасху загорается купол церкви, самый-самый верхний который. И он горит практически всю ночь. Кстати, скоро Пасха. И если я не забуду, я обязательно сюда приеду ночью, чтобы сделать фотографию такую. Но, друзья, вы мне напоминаете там иногда перед Пасхой кто-нибудь сообщение напишите ВКонтакте, чтобы я приехал и показал вам, как будет зажигаться этот купол. Видите, вот этот, который круглый, самый верхний, он будет светиться. Всего дважды в год. Так, ну, я предлагаю нам пройтись по территории. Здесь в цокольном этаже, прямо под храмом, расположен музей катастроф на водах. Очень интересный музей, друзья. Тоже его посетите. Сейчас, если он сегодня работает, тоже с вами зайдем, посмотрим быстренько. Ну, и также на территории расположен мемориал памяти погибшим на водах. Так, спускаемся. Территория здесь очень у них тоже ухоженная. Вырастили здесь красивые растения и кактусы, и можжевельник у них здесь, и кипарисы, и елочки даже. В общем, все-все-все здесь есть. Такая интересная достопримечательность в Малореченском. Так, а вот это оливки растут, насколько я знаю. Вот они. Это оливковое дерево, друзья. Наливок пока еще нет. Так, якорь уральский, галерный, 1780 года. Якорь адмиралтейский, галерный, Англия. Какой там век? 15-16-18 век, друзья. Вот такой огромный якорь здесь лежит. Так, ну давайте спустимся вниз. Здесь тоже какой-то якорь. Якорь галерный, кошка. Из оснастки судов до 35 миллиметров длиной. А, миллиметров говорю, метров. Так, пойдемте вниз. Ну, молодцы те, кто это все сделал. Место прям хорошее. Так, друзья, у нас уже проснулись кузнечики. Или кто это только что здесь пролетел? Да, это кузнец. Вот он сидит. Так. Видно вам или нет? Вот он спрятался. Все, уже лето, можно сказать. Кузнецы проснулись. Очень красивый храм. Так, ну и здесь, друзья, вот он, собственно говоря, сам мемориал. Вот видите, таблички с судами, с подводными лодками, которые затонули. Это нужно уже вживую приезжать и смотреть вам. Так, ну давайте чуть обойдем вокруг храма. Посмотрим на смотровую площадку. И место такое хорошее у храма. Смотрите, отсюда открывается вид на весь поселок Малореченское. Мы были с вами вон на том холме, где гостиница, когда я в начале ролика вид показывал. Теперь отсюда можем полюбоваться. Прекрасный вид, шикарное море. Так, давайте вот сюда покажу храм. Отсюда у него лучи солнца прям падает, чтобы он не в тени был. Так же, перед Пасхой, за день хотя бы, напишите мне обязательно. И здесь тоже вот такая смотровая. Здравствуйте. 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 Зрители наши? Да. Понятно, откуда? Севастополь. Севастополь, понятно. Путешествуйте по Крыму. Привезли детей отдыхать. А музей открыт там? Закрыт. Закрыт? Понятно, плохо. А мы вот тоже снимаем тут Малореченская. Ну все, мы переместились в поселок Рыбачье, друзья. Какая же сегодня хорошая погода. Вот так выглядит здесь набережная. Ну, в принципе, пляж вернулся, я вам скажу. Он стал еще шире, что ли. Сейчас спустимся еще на пляж, покажу вам. Вот здесь обычно летом базируется кемпинг. Здесь ставят машины, разбивают палатки и отдыхают здесь дикарем все лето. Видите, здесь началась стройка. Здесь строят яхтенную марину, друзья. Здесь будут яхты базироваться. Но это местные жители, так говорят. Посмотрим, когда завершат стройку. Ну, в принципе, туда идти смысла нет. Пойдемте в сторону самого поселочка уже. И там спустимся на пляж. Вот как это все выглядит. Пока здесь пустынно, никого еще нет из отдыхающих. Но летом вы увидите. Вот здесь будет все заставлено машинами. Свободного места даже не найти. Потому что многие вот здесь дикарем отдыхают. Так, мне вот интересно спуститься на пляж и посмотреть, как там гостиницы восстановили. Вот эти гостиницы, домики, кафешки. Восстановили их или нет. Потому что штормом тогда их прям жестко так подмыло, разрушило буквально. Ролик тоже, друзья, посмотрите обязательно. На канале он есть. И, наверное, я в описании оставлю ссылочку на этот видеоролик. Как последствия шторма. Чтобы вы сравнили, как это выглядело тогда. И что мы увидим с вами сейчас здесь. Освещение, кстати, новое. Смотрите, фонарные столбики прямо на пляже стоят. Прикольно. Вот там что-то люди делают. Скорее всего, вот восстанавливают вот эти штуки после штормов. А что здесь было, я не помню. Тоже какая-то кафешка или что? Не вспомнить. Ну и вот сам поселок. Центральная улица. На которой базируются все кафешки, рестораны. Отели здесь тоже есть. Ну и здесь, видите, проходит прям тоже трасса Судака. Лучше-то главное. Летом здесь иногда бывают пробки, когда очень много машин. Некоторые останавливаются вот тут в магазин и ставят машины, паркуют их. И сложно разъехаться. Поэтому водители не ставьте, пожалуйста, машины. Ну, кстати, здесь все сделали так прилично. Давайте здесь, наверное, спустимся, друзья, в сторону. В море посмотрим и на пляж. Мне прям нравится. Все в плитке так круто выглядит. И сейчас выйдем с вами к морю, к пляжу. Вол, далеке мы с Меганом виднеется. Так, идемте. Вот пляж я не помню. Здесь вроде бы галечный был пляж. Кто здесь отдыхал, напишите-ка. Вроде бы да, потому что я купался в море. В море там точно галька была. И за счет этого здесь была супер какая-то прозрачная вода тогда. И мне прям это очень понравилось. Только мы купались вон там в начале набережной. Ну, друзья, вот так выглядит сейчас пляж в поселке Рыбачье. Мне кажется, пляж что ли шире здесь стал. Либо он тут такой и был широкий. Вы взгляните, тут метров 30, наверное, он, если не больше. Пляж такой, приличный по размерам. Ну, для тех, кто любит галечный пляж, здесь будет прям идеально. Я предпочитаю песчаные пляжи. Вот Евпатория, мне там нравится. Пляж Вазурный берег. Вот там прям вообще идеальный песочек. Так, ну я не вижу, где эти постройки. Они чуть дальше были. Сейчас дойдем до них тоже. Нет, друзья, это здание как шторм разрушил, так оно и осталось разрушенным. Здесь, наверное, его невозможно будет сделать, я не знаю. Посмотрите, здесь просто трещины. Видите, пошли по всему зданию. Но в таком, я бы сказал, в аварийном состоянии сейчас находится. Вряд ли его можно как-то восстановить. Хотя, не знаю, не могу вам точно это сказать. Восстанавливается ли такое или нет. Здесь прям вообще кусок огромный обвалился. Так, друзья, ну вот вам пример. Здание здесь полностью отстроили. Чтобы вы понимали, вот этих стен вообще не было. Вот этой стены. Я сейчас даже скриншот вам прикреплю из этого ролика. Зайдите, обязательно посмотрите его. Здесь прям реально восстановили все. Значит, это здание можно восстановить. Ну и вот такой здесь пляжик шикарный. Море сегодня вообще замечательное. Так, ну давайте поднимемся вверх на центральную улицу. В принципе, друзья, пляж шикарный. Смело можно ехать в рыбачье на отдых. Те, кто любит рыбачье, для вас вообще ничего здесь не изменилось. Пляж такой же, море шикарное. Кафешки все те же будут работать. А вот, друзья, вот видите, строительные работы. К сезону должны уже завершить вот это здание пострадавшее. Видите, его полностью, можно сказать, заново сделали. Ну, быстро, молодцы. Мы переместились на старую дорогу, которая ведет от села Приветное, друзья, в Белогорск. Для того, чтобы посетить Ускутский водопад. Он расположен вот здесь, в этом живописном ущелье. Я уже слышу, как там шумит река, значит, вода в водопаде есть. Это хорошо, не зря мы с вами идем. Посмотрите, какие здесь, друзья, красивые горы. Пока, видите, лес еще серый, еще не позеленел. Когда он здесь позеленеет, здесь будет такая красота. Обязательно с вами здесь тоже потом пройдемся летом. Так, ну, мне тут два варианта. Либо идти по дороге, и вон там, где лес, сосновый спускаться вниз. Либо, вон, я вижу внизу тропинку. Значит, можно как-то срезать наш путь. Сейчас буду искать спуск на эту тропинку, чтобы побыстрее дойти до водопада. Если будете ехать по этой дороге, то вам на пути встретится вот такой раскрашенный столбик. Он здесь единственный, друзья. И знайте, что прямо внизу, под этим столбиком расположен источник. Обычно сюда местные приезжают, чтобы набрать водицы. Но я сейчас спущусь, чтобы попить. Действительно, оборудовали ступенечки, даже ничего себе. Молодцы. Горная чистая водица. Так, тут даже что-то написано. Я источник святой, с чистой прохладной водой. Путник, береги меня, буду поить тебя всегда. Так, путник, испей водицы, укрепи здоровье свое. Пусть будет легок твой путь. В чистоте содержать меня не забудь. Мень, а тут уже все, на Крымско-Танском дальше пошло. Ну вот так. Мы сейчас попьем водицы, чтобы у нас хороший сегодня путь был. Ну, друзья, видите, прямо из-под горы, из скалы идет вода. Вот такие здесь две трубы. Давайте попьем. Водица нам сейчас не помешает, потому что сегодня нереально жарко в Крыму. Ой, друзья, а здесь возле источника такая прохлада. Не хочется отсюда уходить, честно говоря. Говорят, что эту дорогу будут полностью переделывать, друзья, восстанавливать. И будет у нас хорошая дорога из Приветного в Белогорск. Ну, или из Белогорска в Приветное поближе к морю. Конечно, дорога здесь очень живописная. Она идет прямо возле обрыва. С одной стороны гора, с другой стороны просто обрыв. И в некоторых местах очень и очень она такая узкая становится. Но здесь, видите, много камней. После дождей камни с гор срываются. И там вон вверху висят прям такие огромные. Надеюсь, когда они упадут, а это дело времени, здесь не будет проезжать никакая машина. Потому что ее прямо вот сюда скинет в пропасть, друзья. Здесь лететь прилично. Так, я тропинки той, по которой должен был идти, не нашел. Поэтому идем с вами в обход на официальный вход на тропу к Ускутскому водопаду. Ну, качество дороги, я вам скажу, такое здесь убитое. Если у вас джип, то вы точно без проблем проедете. Если у вас легковая машина, ну, вы тоже проедете. Но в некоторых местах, конечно, будут проблемки. Мы здесь проезжали на Шкоде Рапид или Октавия, как она называется, не помню. Очень на Шкоде, на обычной легковой машине. Два раза проезжали, нормально. Поэтому смельчаки, если есть, можете ехать. Заодно и полюбуйтесь красотами здешних видов. Ой, друзья. Ну, после дождя тоже не рекомендую ехать, потому что вот здесь будет полные лужи. И здесь будет грязь, будет скользко прям передвигаться. А возле обрыва и достаточно опасно. Особенно вот в этом месте. Я помню, мы ехали как раз тоже после дождя, что ли. Вот здесь мне так страшно было ехать в этом участке. Потому что здесь, видите, такой обрывчик уже идет. Водой размыло. И машина прямо тут по краешку проехала. Ну, вроде нормально. Так, показываю вам. Вон она, сама дорога. Из Приветного вот так идет по ущелью в сторону города Белогорск. Вот с этого ракурса хорошо видна эта дорога. Видите, как проходит. И внизу просто огромнейшее ущелье. Конечно, очень здесь живописно. Я здесь снимал и осенью, друзья. Ролик вроде бы ВКонтакте у меня выходил. Можете зайти посмотреть. Единственное, что я не успел снять, так это эту дорогу с квадрокоптера. Вот моя мечта. Надеюсь, что когда разрешат слетать, и что это будет скоро, и тогда я смогу вам ее показать во всей красоте. Ну, а пока любуемся так. На дороге вас встретит вот такая невзрачная табличка с надписью Вадопад. Вот возле нее паркуете свою машину, и от нее идет тропинка вот вниз, друзья. И по этой дорожке спускаетесь уже пешком. На машине не заезжайте, потому что там шуак-бам, и развернуться вам будет сложно уже. Узкая дорога. Вот так пешочком идете через сосновый лес, но все время по тропинке никуда не сворачиваете, и вы попадете прямо к водопаду. Смотрите, кизил уже расцвел даже. Вот так, друзья, в Крыму цветет кизил желтенькими цветами. Очень тоже это красиво смотрится. Так, ну, а мы идем в лес. Идти на солнце очень жарко, вы не представляете, как будто уже лето, душно прям. Воздух такой горячий. Вот так быстро пришло к нам лето. А вот здесь, в лесу, в тенечке, вообще идеально. Так, вот он шуак-баум, но сейчас он открыт. Но он может быть закрыт в любой момент, друзья. Поэтому уже тут на свой страх и риск. Но я бы рекомендовал пешком спускаться. Ускутский водопад нужно посещать либо весной, либо летом после сильных дождей, друзья. Поэтому, если летом отдыхаете где-то в этом районе, и прошелся дождик, то смело можете сюда ехать. Ну, а так, в засушливое лето он практически полностью пересыхает. И я рекомендую, если вы приехали в Крым и хотите посмотреть на водопад, то это однозначно джур-джур. В нем всегда есть вода. А вот такие водопады даже у Чан-Су летом полностью пересыхают. Я надеюсь, что сегодня в нем будет водиться, что нам удастся здесь искупаться и показать всю красоту вам. Ну, все, сосновый лес мы с вами прошли. И теперь дорожка ведет еще ниже уже тропинка. Здесь тоже, видите, красиво расцвел кизил. На фоне скал смотрится, ну, прям супер. Вот такие у него цветы желтенькие. Видите, друзья, в Крыму в этом году все цветет на месяц раньше, чем обычно. Поэтому не успеваешь все снимать, как это расцветает, зацветает. Скоро уже дикие тюльпаны пойдут на мысе Пуг. Скоро пионы пойдут. В общем, персиковые сады уже начали цвести. Нужно уже на персиковые сады ехать. Не успеть все. Так, друзья, хорошие новости. Посмотрите, сколько воды в реке. А это значит, что и в самом водопаде тоже будет вода. Это прям хорошо. Поэтому, где искупаться, мы уже точно с вами найдем, я думаю. Вот такая здесь протекает речка с небольшими каскадами. И все, тропинка дальше идет вдоль этого русла. Бабочки уже летают тут у нас на цветах. И улетела. Вот такие цветочки. Я не знаю, как они называются. Мы их в детстве называли Рязка. Но это неправильное название. Эксперты знают, что напишут сейчас правильно в комментариях. Вот так, друзья, идем с вами. Идти здесь по руслу недалеко. Метров, наверное, сколько тут? 300. Ой, друзья, вот здесь много этих цветов. Тут даже примула цветет красиво. Вот это примула. А вот это что? Фиолетовая. Так, давайте сюда встану. Покажу вам поближе. Так, эксперты в чате. А ну-ка, напишите, что это за цветок. Здесь прям, видите, много их. Полится сейчас. Нежно-фиолетовый цвет. Чем выше поднимаемся по ущелью, тем живописнее становятся каскады, друзья. Вот так выглядит этот. Очень красиво. Шум воды в таком месте. Это просто успокоение для души. Можно сесть на камешек и целый день прослушать вот эту музыку природы. Как вода здесь сквозь камни протекает. Вода чистейшая здесь. Лягушка вон даже живут. Красота. Так, а как нам здесь пройти? Ну что, друзья, вот мы и добрались до Ускудского водопада. Вы только взгляните, какая здесь красота. Сколько здесь воды. И мы сейчас вот здесь с вами нырнем под этой водицей ледяной. И потом я хочу отправиться вверх по Русской реке, посмотреть, что там сверху находится. Но водопад полноводный. Я вам скажу, относительно много здесь водицы. Поэтому если вы сейчас отдыхаете в Крыму, то срочно езжайте сюда. Красота какая здесь. И скалы в окружении красивые, покрыты зеленью. У нас даже солнце садится. Не знаю, вверх успеем мы подняться или нет. Но постараюсь это сделать. И показать вам, что там сверху. Я там уже однажды бывал в прошлом году. Ну, те, кто подписаны ВКонтакте, видели оттуда мой видеоролик. Ну что, друзья, я предлагаю нам пойти и сделать это. Зимой купались в водопадах, а сейчас весна. На улице жара, хоть немного остынем. Погнали! Ну что, друзья, идемте нырячим. Вот тут где-то нападут. Ура! Вот я верну. Вода холодная. Друзья, водичка кайфовая. Я вам так скажу. Приходите скупаться на Уссутские водопады. Ну, а мы добиваемся выше посмотреть, что там находится. Погнали! В общем, друзья, красота здесь неимоверная. Рекомендую каждому из вас побывать и скупаться вот так же в водопаде. Рекомендую каждому из вас побывать и скупаться. 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 Друзья, вовремя я искупался. Пришла, смотрите, какая туристическая группа сюда. Я уже поднялся вверх над водопадом. Здесь вообще так шикарно. Смотрите, вот он сам водопад, где мы купались только что. И дальше идут такие живописные каскады с вот такими ванночками. Вот здесь тоже нужно будет нам искупаться когда-нибудь. В этих ваннах конкретно. Очень живописно. Это прямо над водопадом. И она достаточно глубокая, эта ванна. Выглядит прямо супер. Видите, тут Ускутские водопады. Он не один, их тут несколько. Но вот этот самый высокий получается. А дальше уже идут вот такие ванночки, чуть-чуть поменьше. И там следом вон еще одна. Сейчас к ней подойду, покажу вам. Здесь проходит вот такая тропинка, по которой очень удобно можно перемещаться. Лес такой красивый. Ой, друзья, там еще, смотри, какой красивый каскад. Ничего себе. А видите, туристы доходят только до главного водопада. Дальше они уже не поднимаются. Хотя здесь очень и очень красиво. Слушайте, вот это место прямо райское такое. Взгляните сюда, друзья. Вот это да. А вот это красота. Очень живописный здесь каскад. Как вам? Как вам это местечко? Действительно рай. Представляете, когда все деревья позеленеют, вырастет тоже здесь трава, цветы. Оно еще преобразится и еще станет красивее. Так, ну я думаю, нам нужно будет сюда 100% еще вернуться, когда лес будет зеленый. И показать это местечко уже в другом виде, так сказать. Ну супер, мне очень нравится. Смотрите, какой каскад здесь живописный. Ну и достаточно тоже длинный, такой протяженный. Так, давайте выше пойдем. Интересно же, что выше там находится. Может там еще каскады будут? Ой-ой-ой, друзья. Но это места из какой-то сказки. Смотрите, дерево какое растет, покрытое мхом. Огромнейшая глыба. И тоже небольшой каскадик здесь. Так, ну идемте дальше. Вот здесь, кстати, надо и купаться, потому что там люди ходят постоянно возле... Ух ты! Возле основного водопада. Здесь их прям по минимуму. Друзья, ну вы взгляните, что здесь за сказка. Вот на каждом шагу водопады. О-о-о, вот этот вообще шикарный. Как вам, друзья, местечко? Так, мне будет туда перепрыгнуть. Есть! Вот это да! Вот это кайф! Очень живописно. Что здесь сказать? Место нереальное просто. Поэтому смысл подняться вверх у вас точно теперь будет. Вы видели, что здесь? Какая красота! Так, ну давайте еще выше поднимемся, посмотрим, что там. Столько водопадов в одном месте. Я еще нигде не встречал в Крыму. Так, нам бы он туда перепрыгнуть как-то. Но здесь дерево скользкое. Сейчас попробуем. Мне не получится. Ну, либо упаду. Проверим. Ой, вроде норм, не шатается. Идем! Так, друзья, и мы выходим уже. Я сбился по счету, к какому водопаду. Еще один. Ой-ой-ой, вот это место очень живописное. Каждый верхний водопад красивее, чем предыдущий. Как такое может быть? Просто сказка какая-то. Да, вверху здесь много шикарных мест оказывается. Что здесь сказать? Водопады впечатляют. Ну что, друзья, пожалуй, на этом и будем завершать наш видеоролик. Надеюсь, вам сегодня было интересно посмотреть на поселочки и на Ускутские водопады. Вот это место с водопадами прям 100% к посещению. Здесь видели выше сколько их штук. Нереально. Однажды мы дойдем до конца паруса этой реки, но, к сожалению, не сегодня. Скоро уже закат солнца, а в темноте здесь оставаться одному не хочется. Поэтому я буду выбираться. Прошу вас поддержать ролик своим большим пальцем вверх. Подпишитесь на мой телеграм-канал. Ссылочка в закрепленном комментарии. Спускайтесь в комментарии. Заходите, там будут фотографии с моих походов. Ну и для тех пользователей, которые хотят поддержать меня донатом. Вот у вас появился QR-код. Наводите камеру своего телефона, друзья. Оформляйте подписочку. Она стоит 200 рублей. Но вы очень сильно поддержите мой канал. И роликов будет выходить еще больше из самых интересных мест. Ну а с вами был я, Александр Михаленко. Встречаемся уже совсем скоро в новом видео. Всем пока!